Зира и её любвица до сих пор не вернулись, уже стемнело. Она вернется настолько быстро, насколько удачной будет охота. А если охота будет неудачной, отец? Земли иссохли, стыда ушли. Сороби и её любвица вот уже несколько дней ничего не могут найти. Сегодня они вообще пропустили охоту. Они все ослабили. Неужто ты не знала этого? Ах, это правда, это сегодняшняя раздражительность и гиен. Азира скоро вернется, я абсолютно уверен. Но спасибо за информацию о неудаче, Сороби. Думаю, твоя новая парушка проболтала с тебя об этом. Азира мне о ней рассказывала. Я весьма удивлён и совсем недавно тебя возмущала, что я не заботюсь о семье. А теперь я слышу, что ты проявила интересы к другой львице. Азира не понимает меня. Мне просто нужно высказаться кому-либо. О, ну конечно, чем высказаться. И не такой, как ты, отец. Я люблю свою семью. И никогда не буду относиться к ним так, как ты относился. Ты по сомнению с остальными. И почему-си мои сыновья пошли матерей? Шэнзи, что вы тут делаете? Шэнзи, нам опять нужно поговорить о твоих львицах. Сараби! Не иди одна, Сараби. Мы хотим с тобой. Спасибо, но это не нужно, Сарафина. Просто ждите здесь. Думаю, он опять о сегодняшней охоте. Я скоро вернусь. Сараби истинная королева. И мы ничего не можем сделать для неё и её земель. Что? Нала, и ты правда? Как прекрасно, что ты вернулась. Мы так скучали по тебе. Мы все скучали. И вернулась не одна. Всё это время Шрам врал нам. Симба никогда не умирала. Шрам сказала ему бежать, когда погиб Муфаса. А теперь он вернулся, чтобы свергнуть Шрама. Он истинный король. Симба? Чумфи, только посмотри, кто здесь. Теперь мы спасены. Шрам больше не король. Нала нашла истинного наследника трона. Истинное что? Симба. Все считали, что он мёртв. Он сын Муфасы. Шрам должен передать ему трон. Шрам больше не имеет прав. Земля Прайда возрождается. Но... Но! Что тогда случится с моим отцом? Он ведь никогда не отступит до права. Я знаю, все ненавидели его по добрым причинам. Но он всё ещё мой отец. Что Симба сделает с ним? Что он сделает с моей семьёй? Что ж, Симба не такой, как Шрам. Он не причинит вреда. Но не думаю, что он разрешёт Шраму остаться. Он должен уйти. И Шрам заслужил это. А теперь мы пойдём. Нужно поспособствовать Симбе и показать Шраму, кто для нас истинный король. Что мне теперь делать? В конце концов, он мой отец. Я не могу воевать против него. Что случится с Лирой? Она до сих пор не вернулась с охотой. Она никогда не допустит кого-либо королю. Что случится с ней, моими детьми. С моей семьёй. Всё, что я делаю, всё будет неправильно. Папа? Не думаю, что маме понравится, если она уверит, ты тебя плачешь им, как малыш. Ты чего-то боишься? Или почему ты плачешь? Да боюсь, ну-ка. Это из-за неба? Оно и правда странное. Папочка, смотри, небо горит. Пап! Иди ко мне, сынок. С тобой ничего не случится. Это скоро кончится. Но тогда ничто не станет прежним. Время короля истекло. Никогда не связывайся с гиенами, глупышка. Вы все поплатите. Ра-ра-ра! Я тебе все кости переломаю. Шэнзи, Зира разобралась уже со многими из нас. Тупая львица, убейте её. Тебе не остановить меня топиться. Ой! Ра-ра! Зира, не будь доволой. Тебе не победить всех нас. Зли нам реально понадобится доказательство. Ай, ведьма! Шэнзи! Ра-ра! Перестаньте, если у вас нет единого шанса против нас. Так что проваливайте. Больше гиенов здесь не радуют. Но не напали на кролях. Не можешь просто спустить их в чунгли. А-а-а! А-а-а! Шэнзи! Шэнзи! Ра-а-а! Он что, ещё жив? Да мы для вас самое время уйти. Иначе вы будете стонать на земле. Или вы реально подумываете, птигац с нами? Вы живы, мой король! Мой любимый король! Всё будет хорошо вновь! Что? Кровь? Нет-нет-нет! Шрам! Ну же, поднимайтесь! Я здесь! Больше никто не тонет вас! Я защищу вас! Защити Кову! Что? Симба должен быть мёртв. Но нет! Он победил! Но не Кову! Он станет королём! Но Шрам! Вы всё ещё король! Вы должны подняться! Но же, король мой! Поднимитесь! Не сдавайтесь! Прошу! Не сдавайтесь! Зира! Оставь его, Зира! Ты ничем ему не поможешь! Ему! Он твой отец! В конце концов! Где бы все были, когда были нужны ему! Теперь я хочу обвинить меня в произошедшем! Если бы я мог, я бы винулся в прошлое! Но я не всемогущий, Зира! Я тоже любила своеваться! Даже при том, что меня нет! Но твои чувства к нему зашли в тупик! Почему ты так одержима им? Он был жесток ко всему! Разве есть причина реветь из-за него? Он был великолепным отцом! Он дал нам семью! А он теперь мёд! Мой король! Прошу поверить мне, львица! Я не хотела, чтобы это произошло! Я дала ему шанс покинуть земли Прайда, но он не захотел! Я знаю, каково терять кого-то! Кто ты? Он Симба, сын Муфас истинный наследник трона! Симба? Не знаю никакого Симбу! Штамбул нашим королем! Этот лев не имеет прав требовать этот трон! А ты, Нала, и подавно! Ты просто сбежала! Больше ты не честь земель Прайда! Теперь законы шрама недействительны! Нала моя супруга, так что теперь она королева земель Прайда! Она имеет полное право находиться здесь, с семьей и друзьями! Все, кто не согласен с этим, уйдут! Это тебе решать! Время шрама истекло! Не для нас! Я никогда не предам своего короля! Как и мои львицы! Ты не истинный наследник трона! Зира, подумай о семье! Земля Прайда, наш дом! Подумай о том, какой ты! Ты, Чумви, ты сын короля, но ты боишься драться, потому что ты слабак! Твой отец знал, какого это быть невыбрано Чумви! Отец заботился обо мне, потому что я боялся! Я тоже слабак! Но с этого момента я больше никогда не буду бояться! Я стану храбрейшим львом! И тогда ничего похожего не случится! Прошу, пощадите! Моя супруга в ожидании! И у нас есть сын! К сожалению! Я не праве! Я должен защищать свою семью! И Прайда, насколько смогу! Твоя супруга и ее любвицы приняли решение! Она опасность для моего королевства и моей семьи! Покуда они относятся к моему дяде! Больше она не части этого Прайда! Я изгоняю ее и Прайд чужей зимии! Мне очень жаль, но моя супруга тоже в ожидании! Я должен защищать ее! Если твоя жена, как мой дядя, мой детеныш никогда не будет в безопасности! Даже мне дома! Простите, но другого выхода нет! Она должна уйти! И каждый, кто разделяет ее мнение, тоже! Чужей зимии? Зира, прошу, подумай об этом! Чужей зимии – ужасное место! Там нельзя вырастить наших детей! А я выращу, Чумви! Я воспитаю наследника Шрама! Но ты не увидишь, как они вырастут! Ты предал Шрама! Мое Прайде нет места для предателей! Ведь ты вопрашивала Симбе пощады! Ты предал Шрама! С этого момента ты ушла из моей жизни! Что? Ты не можешь? Могу! Я мать и наследника Шрама! И удача на моей стороне! Не выноси, папа! Я присматриваюсь за папой! За мамой! Ну-ка, ты не можешь идти со своей мамой! Я достаточно жесток для чужей зимии, пап! Все увидят, что я большой и сильный лев! Чумви? Я все слышала! Мне очень жаль! Я могу что-нибудь сделать для тебя! Просто оставь меня! Ну, ну, ладно! Если тебе кто-нибудь, пап, понадобится, хорошо, скажи мне! С возвращением Симбы, кажется, вернулся и дождик к земле Прайда! Искорее все животные после того, как до них дошли слухи об уходе Шрама и Гиен и сыном Уфазе перекороли земель Прайда! Мир и счастье брели на конец земли Прайда! Кроме одного! Чумви! Уже несколько дней ты ни с кем не говоришь! Хуруми! Почему ты просто не можешь оставить у меня в покое? Разве ты не должна быть на охоте? Или еще от чего-то? Я всего лишь волнуюсь о тебе, Чумви! Я в порядке! И сейчас я хочу побыть один! Бедный Чумви! Им нужна помощь! Но я не знаю, как мне делать! И я хочу винать его улыбку назад! Но как? И не хочу, чтобы она стала одиноким и сердце, как его отец! А? Что? Чумви! Чумви! Я нашла решение! Решение? Хурума! Почему ты не можешь просто оставить меня? Да и вообще, какое решение можешь это помочь мне? Мне просто нужно побыть одному и все! Но Чумви, твое поведение никому не нужно! Ты становишься более и более похожим на отца! И никогда не буду как он! Но ты же уже как он! Ты отделился от Прайда! В вечерном плохом настроении! И не хочешь понять, что здесь есть те, кто реально хочет помочь тебе! Может, ты и права! Но что я должен делать? В справлении Симбы земли Прайда стали прекрасны! И я понимаю, что мой отец был плохим! А моя супруга ненавидит меня за это! В ее глазах я предатель! Вчера после охоты я пошел к границе и увидел ее вместе с нашей новорожденной милой дочкой! Как только она увидела меня, то сразу отнеслась как к врагу! Я оставила свою добычу и ушел! И решил никогда более не приходить туда! Это слишком больно! Это и есть причина, по которой я не хочу видеть львянка Симбы! Я буду завидовать Симбе! Как мой отец завидовал ему Фасе! А я хочу избежать этого! О, Чумви! Думаю, земли Прайда больше не подходит тебе! Тебе нужна новая статуя далеко отсюда! Далеко? Да, далеко! Птичка подсказала мне! Чудесное место! Думаю, львы там будут рады тебя увидеть, Чумви! Там львы? О каком месте ты говоришь? У меня, но ты знаешь их получше меня, Чумви! Ведь некоторые из них – часть твоей семьи! И о том, как много львов, ты знаешь, выросло вместе с птицами, они могут показать и на мой путь к ним! Нам? Конечно, почему нет? Мои, что, сня, так? Так, если ты паришь со мной, то я буду очень счастлив, Хурума! Тогда я с тобой! Друзья должны быть всегда вместе, а это долгий путь! Не думаешь, что Симба может разозлиться, что мы сбежали в земель Прайда? Конечно же нет! Симба не как твой отец! Мы свободны! А он поймёт это! Теперь мы бежим уже несколько дней! Земля Прайда далеко позади! Действительно, сейчас я стал чувствовать себя намного лучше! Но иногда я чувствую себя ужасно! Я бросил свою семью! Интересно, а что они чувствуют? Они в порядке? Ну, я должна принять то, что я больше не часть их семьи! То, что никогда мне не узнать! Эй, вставай! Оф! Кто? А-а-а! Отец! Ну, не! Это точно Чумви! Мы Чумви? А кто ещё там они? И, наконец, я печаль была забыта! На моём долгом пути к земле моей я нашёл что-то, что всегда пропускал дома! И тогда моя мать и Мхита показали нам их дом и Прайд! Всё это время они жили здесь вместе, далеко от скалопредков и проблем! Теперь каждый из нас имел шанс сделать своё великое будущее! Тёмные времена подошли к концу!